Когда я учился в университете, я изучал государственное управление, из-за чего мне задавали много письменных работ. На такие задания все нормальные студенты распределяют работу примерно таким образом. Начинайте с малого, и за неделю делайте столько работы, чтобы успеть сделать все к дедлайну без проблем. Я всегда хотел следовать этой стратегии, я всегда планировал так делать, и я уже почти был и начинал. Но потом появлялись другие дела, и в итоге все сводилось вот к этому. И так постоянно. Но вот пришла очередь для дипломной работы на 90 страниц. По идее, на нее отводится целый год. Я понимал, что для этого проекта мой привычный подход не сработает, слишком много работы. Я составил для себя план и решил действовать примерно так. Я распределил всю работу на год. Начну спокойно, потом немного ускорюсь ближе к середине, а в конце переключусь на более высокую скорость. Получается такая лесенка. Просто пройтись по лесенке. Что может быть проще, правда? Но что случилось потом? Незаметно пролетели первые месяцы, а я даже ничего не начинал делать. Поэтому я немного переделал план. А потом... Потом пролетели еще несколько месяцев. А я так и не приступил к работе. Было примерно так. После этого два месяца превратились в один. Один месяц в две недели. Однажды я просыпаюсь, а до сдачи три дня. У меня не было написано ни одного слова. Поэтому у меня оставался один единственный вариант. Я написал 90 страниц диплома за 72 часа, проведя две ночи без сна. Сейчас я писатель и блогер. Мой блог называется Wait But Why. Несколько лет назад я решил написать статью о прокрастинации. Мое поведение постоянно озадачивало окружающих меня непрокрастинаторов. И я хотел объяснить всем людям, что происходит в голове у прокрастинатора и почему мы такие. Я предполагал, что мозг прокрастинатора и мозг обычного человека сильно отличаются. Чтобы в этом убедиться, я пошел в больницу и с помощью МРТ просканировал свой мозг и мозг 100% непрокрастинатора, чтобы сравнить их. И сегодня я принес результаты МРТ, чтобы показать их вам. Сможете ли вы заметить разницу? Я понимаю, что для вас это может быть очень нелегко, но все-таки попытайтесь. Вот мозг не прокрастинатора. А это мой мозг. Разницу видно сразу. И там, и там есть рациональный человечек. Но в мозге прокрастинатора живет еще и обезьянка сиюминутного удовольствия. Какие здесь последствия для прокрастинатора? А последствия такие, что все идет отлично, пока не происходит такое. Рациональный человек принимает рациональное решение усердно поработать. Но вот обезьянке такой план не нравится. Она берет на себя штурвал и говорит, А давай-ка лучше посидим в Википедии и почитаем о скандале Нэйси Кэрриган и Тони Хардинг. Потом. Потом мы еще раз дойдем до холодильника, чтобы посмотреть, не изменилось ли там что-нибудь за последнее время. Затем мы перейдем на YouTube. Сначала посмотрим, что рассказывает Ричард Фриман о магнитах. А после этой тяжелой работы закончим все просмотром интервью мамы Джастина Бибера. Все это очень надолго, поэтому извини, но на работу сегодня вряд ли останется время. Так что же здесь происходит? Обезьянка Обезьянка — это самый худший, кто может быть у руля. Она живет только сегодняшним днем. Не помнит прошлого, не заботится о будущем. И ей важно, чтобы в жизни все было легко и весело. В мире животных это правило работало бы отлично. Ведь если вы будете собакой, которая всю жизнь только и делает, что веселится, то вы очень успешный пес. Для нашей обезьянки люди — это точно такие же животные. Вам также нужно спать, есть, размножаться. И это правило было основным в пещерные времена. Но я думаю, вы уже заметили, что мы далеко не пещерные люди. А вот обезьянка, похоже, не в курсе, что это такое. Поэтому у нас в мозге и присутствует рациональный человек, который дает нам возможность делать то, на что не способны другие животные. Мы можем вообразить свое будущее, видеть общую картину, строить планы на много лет вперед. И ему важно все это учитывать и заставлять нас делать то, что имеет смысл делать. Само собой, иногда необходимо заниматься приятными и легкими делами. Поужинать, поспать или отдохнуть от работы. Поэтому иногда случаются совпадения, и обезьянка с человеком выступают заодно. Но часто так бывает, что куда более разумно сделать что-то менее приятное и более трудное. И как раз в этот момент и возникает конфликт. У прокрастинаторов такой конфликт всегда заканчивается одним и тем же. Он начинает проводить больше времени в оранжевой зоне, там, где более легко и весело, за пределами круга рациональности. Я дал этому месту название. Темная площадка для игр. Эта темная площадка для игр очень хорошо знакома всем прокрастинаторам. Именно там происходят все развлечения, когда для них совсем нет времени. Удовольствия от этой темной площадки на самом деле никаким удовольствием не являются. Ведь над вами повисло чувство вины, страха, тревоги и отвращения к самому себе. В то время, когда у руля обезьянка возникает интересный вопрос. Как прокрастинатору удается вернуться в рациональный круг, который не такой приятный, но в котором как раз и вершатся важные дела? Дело в том, что у прокрастинатора есть свой ангел-хранитель, который всегда заботится о нем и оберегает его в самое тяжелое время. Его зовут Панический Монстр. Большую часть времени этот монстр находится в спячке. Но он может внезапно проснуться, если у вас подошел к концу срок, или если вам грозит публичный позор, проблемы на работе или другие нехорошие последствия. И самое главное, что этого монстра очень боится обезьянка. В последнее время у меня с ним было много общего. Потому что полгода назад меня пригласили выступать на эту сцену. Само собой, я сразу согласился. Но в самый важный момент моего рационального человека что-то начало беспокоить. Он говорил мне, мы хоть понимаем, во что мы ввязались? Знаем ли мы, что будет завтра? Надо в срочном порядке начать все детально продумывать. А обезьянка такая, полностью с вами согласна. Ну а пока мы не начали, давайте откроем гугл планеты Земля, детально рассмотрим юг Индии с высоты примерно 60 метров, и за несколько часов мы уже сможем дойти до самого севера. Этим мы и занялись. Из шести месяцев осталось только четыре, потом два, потом один. Организаторы ТЭД объявили список выступающих. Я захожу к ним на сайт и вижу свое лицо. Как вы думаете, кто тогда вышел из спячки? Панический монстр просто сошел с ума, и буквально через секунду начинается полный кошмар. Обезьянка, которая жуть как боится панического монстра, сразу удирает. И в это время рациональный человек берет на себя штурвал, и я наконец-то начинаю работать. Из-за этого панического монстра как раз и случаются разные невообразимые поступки прокрастинаторов. Когда, например, кто-то наподобие меня две недели не может написать первые предложения, а потом у него вдруг резко появляется повышенный интерес к работе, и он пишет восемь страниц за одну ночь. Вся эта история с тремя персонажами — это схема работы прокрастинатора. Не совсем приятно на практике, но зато работает. И именно об этом я решил написать у себя в блоге пару лет назад. И когда я это сделал, обратная связь меня просто поразила. Мне приходило тысячи сообщений от самых разных людей со всего мира. Это были самые разные люди. Врачи, банкиры, художники, инженеры и, само собой, студенты. И все они в один голос твердили, у меня такая же проблема. Но меня удивило то, что пост был легкомысленный, а вот письма достаточно серьезные. Люди были сильно озадачены тем, какие последствия они получили от прокрастинации, и тем, до чего их довела обезьянка. И я подумал, если эта система работает, то почему она так угнетает прокрастинаторов? Оказалось, что существует два вида прокрастинации. Во всех моих примерах, которые я сегодня приводил, везде присутствуют конкретные сроки. А когда имеется срок, то влияние прокрастинации также ограничено определенным временным отрезком. А вот второй вид прокрастинации – это когда нет никаких сроков. Может быть, вы хотите построить карьеру, начать развитие в искусстве, в бизнесе. В самом начале там нет никаких сроков, потому что еще ничего не происходит, пока вы не соберетесь и не будете работать. Помимо построения своей карьеры, есть еще куча вещей, где нет крайнего срока. Например, съездить к родным, заняться спортом, своим здоровьем или своими отношениями с близким человеком. Если единственный способ заставить прокрастинатора приступить к работе – это вмешательство панического монстра, то это большая проблема. Потому что в тех вещах, где нет никаких сроков, не будет и никакого монстра. И ему нет смысла выходить из спячки. И здесь прокрастинация ничем не ограничена. Вы можете откладывать все до бесконечности. И именно такую долгосрочную прокрастинацию реже всего замечают. И еще реже ее обсуждают, чем прокрастинацию с конкретными сроками. Это превращается во внутреннее мучение. Все это может вылиться в продолжительные страдания и сожаления. Именно поэтому все эти люди и писали мне. Именно поэтому им и было так плохо. Их проблема – это не куча отложенных дел, а именно прокрастинация, которая заставляет их смотреть на то, как их жизнь проходит мимо них. Они сожалеют не о том, что у них не получилось исполнить свою мечту, а о том, что у них даже не получилось начать двигаться в ее направлении. Когда я читал все эти сообщения, я кое-что понял. Ни прокрастинаторов не существует. Именно так. Все вы прокрастинаторы. Может быть, не такие запущенные, как некоторые, но все-таки. У многих из вас хорошая ситуация с дедлайнами. Но не забывайте, что самая коварная уловка обезьянки идет в ход в тот момент, когда нет никакого дедлайна. Напоследок хочу еще кое-что вам показать. Я называю это календарем жизни. В нем по одному квадрату на каждую неделю 90-летней жизни. Как видите, квадратов не так уж и много. К тому же мы уже потратили целую кучу. Всем нам нужно обратить пристальное внимание на этот календарь и задуматься, что мы на самом деле откладываем. Потому что каждый из нас что-то откладывает у себя в жизни. Всегда помните об обезьянке в своей голове. Это задача для каждого из нас. А так как квадратов не так уж и много, начать стоит уже сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!